Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о важности массового спорта, спорта во дворах, для здоровья и для спорта больших достижений. К нашему разговору присоединился Иван Колесников, который просто сделал в известном смысле фильм «Движение вверх», с вашими именитыми коллегами, конечно. Да, конечно. Но вы играли там Белова, да? Я играл Белова, да, но это, конечно, командная игра была. Мне кажется, что вообще кино и командная игра, а баскетбол относится именно к ним, очень похоже, потому что если нет вот этой команды прям сплоченности, где можно всегда, если есть какая-то проблема, договориться и решить, но ни в коем случае не распадаться, это самое главное. Мне кажется, фильм отчасти получился поэтому, потому что у нас была такая настоящая казарма, в которой мы жили на протяжении четырех месяцев, все передружились, были, естественно, какие-то проблемы, которые мы все вместе решали, и мне кажется, отчасти в кино это просто видно. Какой рост у вас, Иван? Метр девяносто один. А я ведь читал, что вам делали обувь специальную на 10 сантиметров выше. Да, это очень странно выглядело, у нас были у всей команды, мы сделали такие катурные, прямо ботинок был, такой высокий ботинок, приблизительно 10, может быть, даже больше сантиметров подошвы, это для того, чтобы мы на фоне, значит, Машкова, когда там есть такие кадры, где он стоит посередине, а мы над ним стоим, чтобы мы казались... Машков играл как раз тренера, да, да. Чтобы мы над ним как бы казались великанами. Ну и там еще есть пару эпизодов, когда мы выходим в Мюнхене из автобуса, чтобы мы были чуть выше, чем обычные люди, которые там ходят. Но это было очень странно, мы очень странно выглядели. Есть пару фотографий, потому что форма того времени, она не такая, как сейчас баскетбольная. Там такие были шортики, маленькие очень, да. И мы вот в этих шортиках, в этих майках заправленные в шорты, и вот на таких вот ботинках странных. Это было очень модно. Это было, да, это было очень модно. Это было забавно. Мы даже в них бегали как-то, какие-то эпизоды, это невозможно практически, но что-то такое мы там пытались вытворить с ними. Иван, а вот поскольку у нас программа про спорт во дворах московских, вы во дворе в своем детстве во что-нибудь играли? Все детство мое прошло, в принципе, во дворе. И мне кажется, в общем-то, все игры придуманы во дворе, в принципе. А баскетбол в то время, когда я учился, там, 6-7 класс, там, 96 какой-то год, я помню, что появился стритбол. Он стал просто какой-то популярный. И даже у меня в районе, в Марьиной роще, есть, оказывается, известное такое место, называется Ришка. Это огромный уличный стритбол-центр. И там устраиваются какие-то прям игры, соревнования, туда приходят. То есть это на уровень выше стало, чем было в моем. А вы живете в том же районе сейчас? Да, да. То есть вы можете сравнивать? Да, я периодически хожу, гуляю с детьми и все время там играет в баскетбол. И мне даже неудобно зайти, потому что я-то, как, я после съемок фильма, до съемок мы 4 месяца тренировались. И за время тренировок, естественно, я что-то научился делать, но это что-то, чтобы вы понимали, моя тренировка проходила тогда, в то время, была другая техника игры. Надо было ниже сидеть в ногах, надо было, в принципе, ходить как-то по-другому. Сейчас они на прямых ногах больше играют в баскетболе. Вот Евгений Яковлевич напрягся. Почему? Я тоже напрягся. Так меня учили. И вам продолжайте, продолжайте. И я полтора часа тренировок периодически просто делал одно и то же движение вот в такой позиции. Давайте, может быть, какие-то движения. Я больше ничего и не делал. В общем, я вот в этой позиции делал просто так. И все. Все, что я делал. А потом я делал, на следующей тренировке я делал просто так. Так, брал мяч и делал вид, что я бросаю его, потому что там тоже какая-то была техника специальная, которая отличалась. Но даже, может быть, не техника, а то, что мы должны же были передать игру в точности. У нас стоял плейбэк, и в плейбэке шла игра того времени. Мы брали просто эпизод, и его в точности старались передать на площадке. Иван, а вы амбидекстер? Ну, и левой, и правой владеете? А, нет. Я сейчас смотрю, вы левый бросочный. Я левша. Вы левша. А Белов, он был правша. Как вам удалось вот так вот компенсировать вот эти? Брали с других ракурсов? Вот так я и тренировался по этому. Правый, 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 правый. Долго, долго. Евгений Яковлевич, а вы видели фильм «Движение вверх»? Федерация баскетбола Москвы в Доме кино сделали просмотр. Я шел немножко с опаской на этот фильм, потому что я знал, какое это было время. И я очень боялся, что мой брат будет представлен на этом фильме только с негативных позиций. Там ситуация получилась, что он накануне Олимпиады был снят со сборной команды. Да. И был поставлен контрастом, Владимир Петрович. Отношение между Спартаком Ленинградским и ЦСКА было своеобразным. Это нежно сказано. Но была ситуация такая, что очень сильно подогревал ваш брат-журналист эти взаимоотношения между этими двумя командами. Но то, что касается, опять-таки, фильма. Во-первых, не в порядке под Харимажа, Вань. Очень талантливые ребята собрались в этом фильме. И те, кто в баскетбол играли и показывали. И, конечно, Машков, Смельков, которых я давно люблю и очень уважаю как актеров. Получился фильм, прежде всего, захватывающий. То, что были пенки, связанные с историческими фактами, ну, конечно, они должны быть. Я когда начинаю говорить, как это вы вдруг из Павловска сделали эти советчика, мне говорят, это же художественный фильм. В 65-м году, когда было первенство Европы, брат взял впервые Модеста Павловскаса в сборную команду СССР. Через два с половиной года этот парень стал капитаном команды. Теперь их осталось только трое живых. Павловскас, литовец, который, несмотря на сегодняшнее положение и хамское поведение Литвы в отношении нас, ни одним словом никогда не обмылся плохим словом о Союзе или о России. Никогда. И русский язык ездил в школу соседнюю с границей Литвы, чтобы не потерять знания русского языка, проводил тренировки в русской школе. То есть вот эти моменты, потом это свадьба, конечно, в Грузии, это икра, которая там на продажу и на банке. Были многие моменты. Главная сторона этого фильма – массу детей пришли заниматься баскетболом после просмотра этого фильма. Точно, точно. Я лишний раз подчеркиваю, что здесь удался фильм. И спасибо, Ваня, тебе, и спасибо, что я на «Ты» тебя называю. Да, конечно. Да. Спасибо тебе и спасибо ребятам. И которые группа вся играла. Потому что вы потом прекрасно видели и чувствовали, как зритель отнесся к этому фильму. Это точно. Я лишний раз подтверждаю и говорю. Для меня большое счастье, что фильм был о баскетболе. Большой счастьем будет, если фильм еще о женском баскетболе покажут. Тогда это будет еще больше счастья. Иван, а вы упомянули, что вам писали после выхода. Да, да, да. Очень много писали. Вообще, в принципе, людей. И, естественно, девчонок, которые говорили, что они там смотрят фильм по какому-то десятому разу и идут, записываются в секции. Вот. Просто в больших, в огромных количествах писали. Это прям кайф. Когда ты понимаешь, что фильм сделал свое дело. Да. Прям он сделал. Там количество запросов в поисковиках по баскетбол. По-моему, там даже не в 10, а в 100 раз выросло. И к нам тоже пошел приток людей, молодых там, которые там 10-12 лет. Это вот как раз те подростки, у которых либо идти, скажем, по правильному пути. Ну, это, с моей точки зрения, там спорт, активная часть, там социальное какое-то определение. Либо вот уйти уже как бы в никуда. И вот эти фильмы, и в том числе и вот эта передача, я считаю, они такие... Да, это мотивация. Да, они мотивируют, они вектор такой задают социального определения человека. Думаю, что этот фильм выигрышный прежде всего тем, что чувствуется накал. Накал страстей, то, что было и так далее. И потом надо прекрасно понимать, мы сейчас говорим о дворах, откуда американские баскетболисты, особенно чернокожие, вышли все в баскетбол. Из дворов. Только из дворов. Евгений Яковлевич, когда насчет фильма про женский баскетбол сказал, он так намекнул, какой сюжет может быть в этом фильме. Я думаю, что разгадка этого сюжета вот прямо на подлокотнике кресла сидит. Это ведь, наверное, та самая медаль? Это, да, это медаль, которая мне очень дорога. Значит, по хартии Международного Олимпийского комитета в Барселоне золотые медали тренеру не давали. А девчонки в день моего 75-летия подарили мне абсолютную точную копию этой медали. Для меня она дороже, чем если это был официоз и вручение мне в той же Барселоне, чем то, что сделали девчонки этой команды. Сегодня все живы-здоровы, слава Богу. Все состоялись как личности. Все устроены. У многих чудесные семьи. Мы до сих пор встречаемся и радуемся. В этом году было 30 лет нашей победы. Спасибо, Федерация отметила, так сказать, нас и где-то пресса и прочее. Но счастье, что у нас помнят о тех людях, кто сделали славу советского и российского баскетбола. И дай Бог, чтобы такие фильмы, как «Движение вверх», выходили еще. Борис, Евгений Яковлевич прямо четко проговорил, что все, абсолютно все, с кем он работал, они начинали во дворах. Вот я помню вот этот сюжет, который мы сейчас посмотрели. Там мальчишка, с которым вы общаетесь, рост у него совсем не баскетбольный, что-нибудь получится? Самое главное – это его развитие и мыслительная деятельность. Если он в этом будет расти, то даже если он не вырастет, но потенциал у него есть, главное было бы желание. Ну, помимо желания, да, я так понимаю, что еще была и коробка, и, собственно, кольцо. База важна. Сейчас, мне кажется, очень много в Москве. Вот, да, сейчас, да. Мне кажется, вообще везде. Это город, город в этом Москве. У меня, вот моя площадка, и я вожу, у меня дочь средняя занимается художественной гимнастикой. Вы про Рижку. Сколько ей? Девять. У меня Рижка, да, стоит. А она ходит в МГФСО, в Ясенево. Да я такой площадки вообще не видел. Я вдруг пошел с ней гулять, мы раньше приехали. И прямо через дорогу от МГФСО просто гигантская. Причем как баскетбольная, так и какая-то просто детская с какими-то этими... Ну, в моем детстве была максимум черепаха. Это максимум, на которой мы делали все. А там просто как-то ленточный город, баскетбольная площадка гигантская какая-то, столы для пинг-понга. И все это бесплатно, насколько я понимаю. Ну, естественно, на любой вкус вообще. Просто во дворе стоит, да и все. Поэтому, мне кажется, сейчас в этом смысле очень развивается город. Можно я добавлю немножко? Да, конечно. Знаете, мне кажется, я не хочу лишнее перехваливать людей, кто занимается этим благородным делом. Но нам очень повезло с префектом в Северо-Восток. Мы сейчас лидируем... А с мэром как нам повезло в городе? Мы, понимаете, мы сейчас лидируем в плане баскетбольных площадок, любви к баскетболу. И то, что сейчас мы говорим о дворах, и вырастали люди там и становились мастерами после дворов. Я думаю, что такой великий футболист в хоккеист, как Бобров, только во дворе вырасти мог. В другом месте никак. И Харламов, и Мальцев, и многие другие, и футболисты наши, и Бесков. Я просто почему это говорю? Нельзя забывать ту печку, от которого началось движение в спорт. Борис, Чертаново-баскет сегодня это не просто дворовая команда, а целое движение. Вот Иван сейчас рассказал, Евгений Яковлевич тоже рассказал про Северо-Восточный округ. Желание такое, чтобы Чертаново было кластером игровых видов спорта. То есть вот сейчас нам с площадкой и местные власти помогали. Местные власти это районы или округ? Районы, да. И я надеюсь, там и дальше нам как-то помогут и в ремонте, и дальше в развитии. Есть желание как бы и мысли, там и крытый корт как-то построить. Потому что вот про Рижку говорили, она такая мека. Сейчас с Рижки чуть-чуть под мост перешло, это в Лужниках, ну три на три. Мы тоже там с ребятами приходим туда, какой-то тренинг проводим. То же самое хочется сделать и в Чертаново, там как-то, ну не только своими усилиями, но и объединить результирующие силы там управления, может быть, мэрии, Федерации баскетбола Москвы тоже, если там вот... Ну а я зачерпан, у меня там мама живет, брат живет, поэтому... Вот замечательно, вот видите, у нас много общего и объединяющего. После рекламы мы продолжим разговоры о развитии массового спорта в Москве.